Слыхали новость? Привет, человек! Я не устану говорить спасибо нашему Григоровичу, батьке Беларуси, Александру Лукашенко, за мир в моей родной стране силовика. Уже 4 года я это делаю, с 2020-го. К сожалению, до сих пор не все люди понимают, что самое главное в нашей жизни это мир. Мирное небо над головой. А помните, давно у белорусов спрашивали, а что для вас самое головное, что вам потребно? Белорусы говорили, мир, нам нужно мирное небо над головой. И были те, кто смеялись, да, были, говорили, о, что вы там, Советский Союз, вам ничего больше не надо. А как сейчас? Чего не смеетесь-то, а? То-то и оно, потому что сначала мир, сначала спокойствие, вот это вот, почувствуйте просто. это в Минске сейчас столице. Много людей живет, и так тихо, хорошо. Вот она ценность. Самое главное. Все остальное потом. поэтому, да, спасибо, Григорьевич, спасибо ОМОН, там, внутренние войска, все СССР, силовики, спасибо, что сохраняете мир в моей родной стране. Цените люди это. Говорите спасибо, не ленитесь. Посмотрите, что в мире делается. Сейчас мир, вот это вот спокойствие, да, это уже как награда такая, как достижение. Тяжело он дается, этот мир. И мы с вами обязаны благодарить и самим стараться делать свою страну лучше. В том числе в информационной и вот этой всей движухе отстаивать интересы своих стран, чтобы жить спокойно. Уже не может быть людей вне политики. Все, а как? Ну как? Политика везде. Не будете вы заниматься политикой. Политика будет заниматься вами. Поэтому общайтесь с родными, с близкими, с друзьями. Объясняйте, кто до сих пор не понял. Только вместе мы настоящая такая сила несокрушимая. Да? И Советский Союз развалили предатели. Перевели к власти вот людей таких. Так же, как сейчас в Евросоюзах этих. Шольц про немецкий тоже про американский. Эти бербоки там всякие, фундерлейны, да? Урсулочка фундерлейн. Они же просто вот нанятые американские, проамериканские рабочие, которым деньги дают, а они делают все, чтобы было хуже Евросоюзу, хуже России. Только, чтобы США все устраивало. хотят быть гегемоном, а мы им не позволим вместе с Россией. Беларусь, Россия на острие атаки. Беларусь единственный по-настоящему верный союзник, который ни разу не предал. Даже сам на сложное время. надо подавать пример другим странам. Вот мы, беларусы, россияне, должны быть вот так вот. Поняли? Вот так вот. Друг за дружку. Как в семье. И тогда другие увидят и в Казахстане, там, в Азербайджане, в Туркменистане, и на Украине в том числе. И захотят быть вместе с нами. А украинцев адекватных много. наша задача топить за дружбу народов. Она будет видеть. Сделаем вместе.